Друзья, всем здорово, с вами Боб Сегодня у меня очень странное видео А сейчас на самом деле 3 ноября Уже полудень И состоялись продажи Нового айфона 10 Я думаю, что первые счастливчики Уже наверное получили его И больше в магазине, именно в Москве У нас к сожалению нет этих айфонов Также я думаю, что Те кто заказывал его И на 3 ноября Наверное уже тоже его получили Ну либо получат сегодня в течении дня Я не делал предзаказ на 10 айфон В связи с тем, что еще В январе, по-моему, или в феврале Этого года, когда мы ездили В Нью-Йорк за DJ Mavic У меня есть видео на канале, я сказал, что приедем За 8 айфоном сюда В Нью-Йорк, обратно в главный магазин На 5 авеню И в принципе я решил Именно так и сделать Еще давным-давно я купил уже сюда билеты Единственное, что Старопродаж у нас 3 ноября Я не знал, когда на самом деле они начнутся В реале Вот, поэтому купил билеты на праздники Которые у нас сейчас будут Это пятница, суббота Ой, суббота, воскресенье, понедельник И прилетаю я в Нью-Йорк Получается 3 ноября Но только уже в 12 часов ночи То есть, как бы, получается 4 ноября И, скорее всего, айфонов Десяток там тоже не будет Но фиг знает, может быть, конечно, и будет Но мне почему-то кажется, что нет Ладно, на самом деле я не особо сильно расстроюсь Потому что, как вы знаете, уже, мне кажется, все, кому только не лень Открыли эти айфоны И Apple, мне кажется, как-то очень странно поступили Может быть, они реально испугались, что продажи десяток айфонов Так же провалятся, как и восьмых Потому что за восьмыми просто тупо никто вообще не пришел в магазин Но фиг знает Всем уже там, всем этим Низкосортным блогерам Пораздавали десятые айфоны И, короче, как-то, как-то Как-то не прикольно это все А как же атмосфера Взять девайс в кредит, продать, блин, почку Отстоять 40 часов, не знаю В очереди, лишь бы Купить этот айфон и сделать клевенький обзор на него Нет, всем блогерам Уже практически, ну, топовым, конечно же Блогерам пораздавали эти айфоны И поэтому я, на самом деле, даже сильно не расстроюсь Если мы сейчас с вами приедем туда А айфона не будет Потому что я хотел приехать именно 4 ноября И сделать там одним из первых обзор Но обзор уже сделан И я думаю, что мой обзор даже 4 ноября То есть, не обзор, а распаковка Нафиг никому не нужна Поэтому у меня будет просто такая тупая история Что мы сейчас с вами попремся в Нью-Йорк Прилетим туда Придем в магазин на 5-е авеню Это флагманский магазин Apple И посмотрим, что там вообще происходит Реально ли там купить айфон Если нет, ну, хотя бы я вам просто Тупо его немножко покручу В самом магазине Я думаю, что выставочные образцы там, конечно же, будут Поэтому такая вот ерунда, друзья Я, кстати, хочу вам еще рассказать Почему я не делал предзаказ айфона На самом деле, реально было Я в 10 утра проснулся Ну, точнее, не проснулся А зашел на этот сайт Apple И хотел сделать предзаказ Но, блин, 80 или 92 тысячи Потому что на 200 Ой, на 64 Реально мне мало То есть я купил себе восьмерку на 64 И она вся забита Поэтому я хотел брать именно на 256 И 90 тысяч Ну, блин, это реально зашквар, ребята 92 тысячи за какой-то телефон Поэтому я не стал делать предзаказ А в Америке он стоит 1150 долларов И 1150 долларов Это, ну, 65 тысяч рублей Конечно, там есть налог Но есть какой-нибудь там Беловербис Налоговый штат И гораздо проще, мне кажется Через пару месяцев Как через какой-нибудь там Сервис по доставке товаров из штатов Заказать себе этот айфон За эти 60 тысяч рублей Заплатить там 5 тысяч за доставку Максимум Хотя 100 долларов Не-не-не Мне кажется, она даже будет меньше стоить Я думаю, долларов 50 будет стоить Доставка Но там со всеми страховками И прочими услугами Я думаю, что она обойдется Точно, наверное, не больше 4 тысяч рублей Поэтому я не знаю Ну, реально стоять в России Смысла нету за этим чертовым айфоном Тем более за 92 тысячи рублей Клик его знает Сейчас, кстати, места продают в очереди Ну, продавали, точнее, места в очереди В Москве в ЦУМе По 40 тысяч рублей всего Мне кажется, это мало На ebay я видел по 2,5 тысячи Продают предзаказанные айфоны Поэтому сорокулька Мне кажется, это даже по-божески Ну, блин, если чувак идет И хочет купить себе за 90 тысяч рублей телефон То я думаю, сорокульку Он за место легко себе отдаст Поэтому, народ, мне кажется, не спешите Не надо спешить с покупкой 10-го айфона Особенно первая партия По-любому будет какая-то шлаковая Как, в принципе, и все девайсы Я, кстати, макбук сдал опять в сервисный центр Посмотрим, что из этого получится Но ребята сказали мне, что займет это все дело 5 дней Ну, в прошлый раз тоже сказали пару дней В итоге растянулось на полгода Ладно, посмотрим Я лично вот хочу съездить в Нью-Йорк Купить айфон Чисто как бы показать вам эту атмосферу И больше незачем То есть, если бы мне не надо было пилить бложек Про этот айфон То, конечно же, я не стал бы его заказывать Реально подождал бы, не знаю, на январе, наверное И спокойно заказал уже Из последующих партий Где исправлены какие-то прям явные косяки Так что вот так вот, друзья Ладно, мчим в аэропорт Пока Народ, я приперся И как вы видите Очередь в магазин есть Значит, все-таки шанс что-нибудь урвать Есть, она, кстати, весьма невелика То есть, вот где стоит тетенька Вот это вот Это все вот эта вот линия Да и все сейчас Сколько у нас? 5.30 утра Вроде как в 6 они начнут давать уже Резерв на телефоны А, это Apple именно на 5-е веню А в софте что-то никого нет И, кстати, он работает круглосуточно Я уже туда зашел И потыкал этот iPhone X И первое впечатление Мне что-то реально не понравилось Потому что после плюс-версии Он реально какой-то мелкий Очень реально состоит из одних китайцев Ну, практически китайцы одни Чего, им в самом Китае не купить свои айфоны? Так, ну там уже чувак подошел практически к нам Он, видимо, записывает Кому какие айфончики нужны Летет какая-то Где-то вот, вот она Осталось чуть-чуть Но Он запишет только кому какие айфоны нужны А потом тебе еще стоять Я думаю, пару часов Чтобы их получить точно Наверное, будет Очередь, кстати, по-моему, не сильно увеличилась За тот час, что я тут стою Я, кстати, не знаю, какой взять Белый или черный Мне нравится, что у него белая крышка сзади А черный он все равно Весь спереди Но говорят, что там еще какие-то разные Разная окантовка у него Занесется там вот, что черный или белый Но я думаю, что я возьму все-таки белый айфон Я, кстати, когда стоял в Майами За 7 плюс айфонам Примерно такая же ситуация была Приходили эти манагеры Apple Делали резерв И потом мы просто тупо стояли Часа 2-3 до открытия магазина И уже нам раздавали эти айфоны Я думаю, здесь что-то похожее будет Главное, чтобы начали нас запускать вовнутрь Сейчас пока что там все так и стоят Как только начнут запускать Я думаю, это быстро пройдет Потому что передо мной всего человек 50, мне кажется Вот Уже Уже счастье близко Ты нужна зарядка? Ты не покупаешь телефон Привет 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 Спасибо Мы делаем 1 или 2 phones? 2 2? Да И я думаю, это айфон 10? Да, конечно Отлично Мы делаем AT&T, Sprint, T-Mobile или Verizon? Verizon Verizon И мы делаем Unlocked Unlocked, конечно Да Силвер или Space Gray? Силвер или Space Gray? Силвер или Space Gray Силвер или Space Gray? Два резервации для тебя, хорошо? Хорошо Хорошо, а что касается памяти? 64 и 256 Я нужна 256 256, вау, это много памяти Хорошо У нас есть ID? ID? Да Один момент, пожалуйста Так, чуваки Так, чуваки Чуваки, я зарезервировал два айфона Уху Я не узнал у него, сколько нам еще стоять тут Ну ладно, это уже пофиг Главное, что резерв есть Все Больше тут записывать нечего Осталось теперь ждать, когда нас наконец-таки туда запустят Давайте Я еще включусь Люди едут и думают, что мы долбоебы тут все Посмотрите на его взгляд Некоторые еще четко кричат Что-то на английском Я не понимаю На его лице Яна Что-то изображено Лох это судьба Меня остановили прям И не пускают Чуваки, я наконец-таки внутри Кого тут можно шевернуть уже свои бабки Он просто адово замерз вообще Но я смог урвать два телефончика И это клево Блин, ну я реально переживал Что не получится купить Прям вообще верил в то, что не получится Потому что вчера люди стояли По 13 часов А я приперся сюда всего лишь в 5 утра И здесь как бы не такая уж и большая очередь была Может она с 4, не знаю, началась Хотя я приехал в Нью-Йорк вообще в 2 часа Уже был на Манхэттене И пока там помылся, переоделся Пошел в Soho, Apple Store И там вообще очереди никакой не было Я подумал, что ну как бы все И так чисто по приколу Пошел сюда на 5-ю авеню А здесь магазин вообще работает круглосуточно И я зашел Телочка мне сказала Вот там вот на входе, что да Айфоны есть Иди в очередь, занимай ее И с 6 до 7 начнется распределение И вот сейчас у нас Сколько еще времени нет, о господи Сейчас всего 7 утра То есть я практически за 2 часа Ну 2,5 хорошо И спустя 2,5 часа я получу свой айфон Это на второй день продаж То есть вполне себе нормально Такого уж прямо ажиотажа явного и нет Люди, конечно, стоят еще Но, блин, это реально У нас, мне кажется, в Москве и в Питере То есть только в первый день продали там По 300 устройств и все Больше их в ближайшее время не будет Кому-то там уже упаковывают По пакетикам распихивает Добрый день! Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Я хорошен! Присаживаю Тобрый день! Да. К $b Оставь Добавляйте время. Где мой старый телефон? Как это выглядит? Телочка сканирует штрих-код с броней. Ты ждешь долго? Около несколько часов. Два часа? Нет, ждем закончен. Придут наши айфоны. А вот первый приехал. Где ты? Хорошо, у меня есть один важный вопрос. О! Мне нужно платить. Я забыл о том, извините. О, хорошо. Да. Одну раз с вашим айфоном. И тогда ты свободен. Так, чувачки. Два айфона. Пойдемте теперь наверх. Позыркаем кейсики. Спасибо. До свидания. Так. Какой бы кестер взять? Это все, 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 все старое. Старое. Вот оно. Блин, даже не знаю. Блин, мне, кстати, нравится на самом деле фиолетовый. На камере он, кажется, синий, но он, блин, фиолетовый. Все посветлее сделаю. Чуваки, погнали открывать их теперь. Блин, собака. Так, с чего начнем? У меня есть чехол и есть два айфона. Так, черный, черный и белый, блин. Да, у них реально даже, мне кажется, на картинке вот здесь вот видно, что окантовка, это, мне кажется, белый, а это черный, что окантовка немного другая. Ну, сейчас проверим. Хотя нет, блин, этот оказался белый вроде как, судя по коробке, по надписи. Ладно, давайте откроем белый. Я, на самом деле, хотел взять именно белый. Мне всегда нравились белые, но, блин, мне не нравилось, что у них спереди тоже белый корпус. Потому что на, например, старых айфонах черный экран смотрелся гораздо круче, потому что он сливался. Да, это, блин, оказался белый. Ну-ка, здесь такая, ну, обычная серебряная окантовка. Сейчас, а что здесь у нас? Блин, да нет, на самом деле они практически одинаковые. Я не вижу вообще никакой разницы, что белый, что черный. Но белый круче, поэтому будем открывать белый. Так, эта коробка-то откуда? От черного, господи, я уже запутался. А, Space Gray, да. И, кстати, вот здесь вот уже прикольно, что наушники нормально лежат, потому что восьмерки, они торчали вот так вот, и они никак, блин, никуда не убирались. Это реально был зашквар. Здесь коробка побольше и все ровненько лежит. Вот это клево. Так, Space Gray мы берем, давайте беленький включим. Кайф, кайф. Но он гораздо меньше, реально. И на ощупь. Хотя нет, он, кстати, меньше, но, блин, ощущается гораздо прикольнее, потому что экран у него побольше, и вот эти вот рамки уже не кажутся такими унылыми и ненужными. Класс, ребят. Я прям рад, что удалось купить его. Да, ставлю, пожалуй, себе, наверное, белый. Сейчас посмотрим, как наш чехол выглядит с белым. Ну, вообще, пофиг, реально. Белый, черный, по барабану. Вообще, ничего не выдает его, что он белый. А, я ношу только в чехле, поэтому, ну, реально, пофиг. Блин, ну, с чехлом, конечно, рамки теряются, но, блин, без чехла таскать его, это, это очень опасно. Ладно, народ, я на самом деле поеду сейчас его настраивать, тестить, и уже потом сниму вам отдельное видео, касательно того, каков он в работе, как им удобно, как удобно им пользоваться или неудобно, в плане жестов, Face ID и прочь всей этой билиберды. А, пока что, пока что он мне нравится. Хотя, вот, первый раз, когда я зашел в Apple Store, взял его в руки, я подумал, боже мой, какой он маленький, типа, и неудобный. А, вот это вот, не знаю, остров этот, как его еще можно назвать сверху, тоже особо пока не напрягает. То, что он во весь экран, это, конечно же, клево, друзья. Ладно, я погнал, сниму видео. Спасибо всем, кто смотрел меня. У нас получилась такая вот интересная экспериментальная поездка. Слава богу, удалось все купить. Все, друзья, всем, кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.